Отчёт Департамента дорог и транспорта о своей работе за последний год депутатов Горсовета воодушевил только на дополнительные вопросы. Благоустройство города, озеленение, освещение темы важные, но главная городская проблема всё-таки дороги. Ямы и Колдобины есть даже на недавно отремонтированных магистралях. Причём подрядчики свои ошибки на некоторых объектах исправлять не собираются. У нас есть проблемы по двум объектам. Это дорога Карла Маркса и улица Неделина с точки зрения исполнения гарантийных обязательств. Значит, претензионная работа управлением главного смотрителя ведётся. Постараемся избежать случаев ремонта за бюджетные средства. Проблемы с года в год, ровно как и сами подрядчики, одни и те же, уверены парламентарии. Но вот почему ненадёжные компании вновь выходят на дороги, остаётся вопросом. Торги прошли только по трём кольцам, и то в них победили компании, которые уже зарекомендовали себя не с лучшей стороны. То есть они выходят под другими наименованиями, а люди все те же. Мы на них смотрим и снова даём возможность их нас обманывать. Представители департамента дорог и транспорта оправдываются. Повлиять на процедуру торгов они не в силах, отвечают только за качество ремонтных работ. Однако депутатов такое положение дел не устраивает, а не за то, чтобы подрядчики предоставляли гарантии банковские. Пусть банки гарантируют исполнение обязательств данными подрядчиками в долгосрочной процедуре. Прописывайте требования на три года. Прописывайте в конкурсной документации предоставление банковской гарантии. Причём, понятно, по списку банков, которые на рынке присутствуют и будут в долгосрочной работе. Претензии к департаменту есть и у ГИБДД. Большинство светофоров в Липецке-Ламповой, уже давно отслужившие свой срок. Они ломаются, чинятся, а потом опять ломаются. Замкнутый круг. Доблюз ещё и установлены не по современным стандартам. Отсюда заторы и пробки. Улица 65 СССР, Сахар. Посмотрите, светофон объект. Огромный сделает светофон объект, что никто не может понять. Разрозназначенный хороший перекрёсток под левую коробку у нас учреть нельзя. Для чего это сделано? Дублёры светофоров расположены таким образом, что разно путается, куда можно ехать. В конце года депутаты дадут свою оценку работе сотрудников департамента дорог и транспорта. Если она будет неудовлетворительной, доложат главе города. Он обещал принять соответствующие меры. Анастасия Сердюкова, Валерий Фаустов. Липецкое время.